Надежно привязываем нити так, чтобы они случайно не слетели с крючков. Свободные концы собираем вместе и делаем самозатягивающуюся удавку, чтобы все три нити были примерно одинаковой длины, иными словами, чтобы они имели одно и то же натяжение. Вешаем груз. Величина груза подбирается опытным путем. Его задача не давать собираться барашкам на нитках в процессе их накрутки. Чем толще нити, тем больше груз. Запускаем моталку. По мере накрутки ниток груз будет подниматься. Если крючки расположены близко друг к другу или нитки толстые и тяжелые, то в процессе накрутки они могут цепляться друг за другом и даже где-то в середине скрутиться. Чтобы этого избежать, можно использовать вот такую распорку. Надо просто развести на достаточное расстояние эти нити. Высота подъема груза также определяется опытным путем. Чем выше поднимется, тем сильнее накручены нитки. Тем плотнее будет конечный канат и больше угол захода нитей. Останавливаем моталку и отпускаем груз вращаться. После того как груз перестанет вращаться, посмотрим, остался ли крутящий момент в нити. Для этого чуть приподнимем груз и посмотрим, собирается ли канат в барашки. Если нет, канат готов. Если собирается, то необходимо принудительно еще раз груз вращать. В какую сторону вращать груз? Определить очень просто. В какую сторону надо крутить колечко барашка, чтобы оно раскрутилось? В ту сторону необходимо запустить груз. В данном случае у меня канат не докрутился и я принудительно вращаю груз против часовой стрелки. Все, канат готов. Снимаем груз и отрезаем его сверху. Исходный материал у меня полиэфирные нитки, потому заделывать концы, чтобы канат не распутался, удобно зажигалкой. Субтитры сделал DimaTorzok